Значит, у нас вот на слайде представлено, что за период с 27 по 30 получено и средства индивидуальной защиты лечебных учреждений. Даже вчера развозились 950 респираторов, 100 костюмов, и сегодня Ливон Рубенович обещает, что у него будет поставка 500 комплектов индивидуальной защиты, и мы это очень ждем для инфекционной больницы. Также вот наше лечебное учреждение, которое я перечисляла 8, сегодня получат у Ливона Рубеновича по тысяче масок одноразовых. У них есть, но тем не менее мы хотим, чтобы непрерывно пополнялся запас. Также для обеспечения работы понятно, что нам не хватит кадров, и у меня были переговоры с администрацией медицинского университета. Значит, Минздрав запрещает привлечение студентов к этой ситуации, к ковиду. Но, учитывая такую ситуацию, мы можем студентов принять на работу медицинскими сестрами. Они могут с третьего курса по пятый, могут работать медицинскими сестрами. Значит, также решен вопрос, практически решен вопрос по доезду более двух тысяч, ну, на более двух тысяч иногородных жителей. Сейчас организация доезда завершена для 854 сотрудников. Вот, значит, списки с названием населенных пунктов направлены, значит, областному департаменту транспорта. Значит, у нас есть в Одесской области одно такое селение, в котором живут много сотрудников инфекционной больницы и третьей детской больницы. Значит, мы обсудили этот вопрос со Светланой Николаевной, и сейчас рассматривается возможность найти поставщика, чтобы за бюджетные деньги их доставлять на работу. Потому что это 70 километров от Одессы, и там очень плохое транспортное сообщение, но дороги плохие.